Люди, которые отсюда падали, максимум ломали себе ноги, ключицы. Кажется, не везет нам сегодня на надписи на стенах. Обычно попадаются периодически. Где-то рядом будет вход. Вы снова в Брестской крепости, герой? Здравствуйте. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен одному из защитников крепости, чей подвиг, конечно, не так известен, как подвиги Фомина, Гаврилова, Кижеватова, Виноградова или других вошедших в историю героев. Ведь на долю этого человека пришлось менее суток обороны. Сегодня мы поговорим о Петре Ивановиче Давыдове. Его первым участком обороны стал вот этот недостроенный ДОТ. Сюда он прибыл для организации отпора фашистам по приказу комиссара Дербенева. Где-то здесь около полудня его ранило в плечо. Ранение было легким, и Петр Иванович продолжал вести бой. А к концу дня был уже ранен тяжело. И его товарищи решили перенести его в западный форт. Примерно это тот самый путь, по которому несли Петра Ивановича, для того, чтобы укрыть его в западном форту, который на тот момент был довольно еще безопасным местом. По иронии судьбы, 22 июня Петр Иванович встретил в крепости случайно. Его подразделение находилось на полевом выходе. Он являлся командиром пулеметного взвода 125-го стрелкового полка и отпросился в эту ночь к жене, Ангелине. Семья ждала прибавления. Школу Петр закончил в 1938 году. По отзывам одноклассников был веселым парнем, хорошим товарищем. Любил рисовать, участвовал в самодеятельности. Но не мыслил свою жизнь, кроме как жизни военного. Поэтому сразу после окончания школы приехал в Белоруссию и поступил в Минское военное училище. А вот это вот здание того самого штаба, в который от своего жилого дома устремился Петр Иванович с первыми залпами. Здесь он и получил приказ Дербенева занять оборону УДОТа. А прибыл он сюда в крепость в 1940 году 20-летним лейтенантом, уже вместе с супругой Ангелиной. Кратчайший путь в западный форт лежит через вот эту небольшую возвышенность. Она заканчивается сухим рвом. Очутившись там, через паттерны, подземные ходы можно оказаться в помещениях внутреннего вала западного форта. Есть воспоминания жены Ангелины Иосифовны, где она довольно точно описывает примерно те помещения, где и закончилась оборона для молодого Давыдова. Что интересно, на немецких фотографиях с 1941 года, вот как раз на этом месте идут классические немецкие окопы. Для чего они их рыли, до сих пор является загадкой. Есть еще несколько интересных свидетельств, конкретно о вот этом склоне, про который мы как-нибудь обязательно расскажем, когда придет время. Ну а сейчас попытаемся через паттерну попасть внутрь западного форта. Вот он, сухой рог. Опасаться не стоит, лететь тут невысоко. И люди, которые отсюда падали, максимум ломали себе ноги, ключицы, зашивали голову. Ни одного смертного случая, так что место практически безопасное, но вниз лучше не придет. Сейчас мы поищем, где спуститься. Ну вот и паттерна. В общем, тут довольно недалеко. Пуск удобный. Очень хорошо продуманный. Где-то рядом будет вход. По-моему, это паттерн и ведет к тому самому каземату Давыдова, где и окончилась его жизнь. Правда, ЖКХ все заварило. Опять придется в терминаторы играть. Здравствуйте. Как-то не везет нам сегодня на надписи о стенах. Обычно попадаются периодически. Проводка старая. Еще остатки 111-го краснознаменного кенигсбергского гвардейского артиллерийского. Выведенного отсюда в 2003 году. Красиво поворот сделан. Воздуховые отверстия. И тот самый каземат. Судя по воспоминаниям Ангелины, Петр Иванович закончил свою жизнь здесь. В этом дальнем углу. Потом, когда немцы отправили их выносить тела раненых, погибших, молодая, беременная женщина встречает в этом углу уже своего мужа, мертвого. дрожащими руками находит его партбилет. Где-то тут его присыпает каким-то пеклом залой. И сих пор больше его не увидит. Только сможет постоять возле плит мемориала с фамилией своего любимого. Когда-то он лежал здесь. Еще этот каземат вошел в историю тем, что тут, на фоне вот этой оплавленной стены снимался один из самых драматических эпизодов фильма Брестская крепость Александра Котта. Где семья, Костя? Не знаю. Я их оставил себе в доме подваре. А сейчас не знаю. Вот и с моими что? Не знаю. Само же происхождение оплавленных сводов часто приписывают воздействию немецких огнеметов. Они действительно по немецким данным использовались в западном форту, но не могли оставить таких следов. Это легенда. Человек не настолько крепок, как камень. Ему не требуется, чтобы камень плавился, чтобы погибнуть. Просто когда-то здесь произошел пожар. В гараже стоял склад ГСМ, это вполне логично. А у русского что не сгорит, то обязательно сгниет. Какой-то авось, то ли окурок, то ли искра. Длительное температурное воздействие обезобразило эти своды. После выхода из этих помещений Ангелина Иосифовна была переведена гитлеровцами в знаменитую Брестскую тюрьму Краснуху. Выйдя оттуда, перешла в партизанский отряд. На одном из заданий с переодетым немецким офицером была взята в плен, но сумела доказать, что оказалась в этом месте случайно и думала, что это настоящий немецкий офицер. Тем не менее, один из сельчан в 1944 году уже после освобождения Минска давал показания, что вот она, Ангелина, прогуливалась с немецким офицером. После этого, естественно, после таких показаний Давыдова оказалась уже на спецпроверке в НКВД. Была там более полугода, но наград лишена не была. Сын Петра Ивановича и Ангелина Иосифовны, родившись в партизанском отряде, не прожил и полугода, скончался от простуды. Замуж второй раз Ангелина не вышла. Тихо скончалась в 1993 году. 20 лет возраст, в котором Петр Давыдов шагнул в бессмертии. Что делали в этом возрасте мы? Как-то даже смешно и нелепо подумать. С вами был YouTube-канал Брестская крепость. Подписывайтесь, рассказывайте, помните. Субтитры сделал DimaTorzok